МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша и информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плюсы и минусы. Что увидел глава Республики в поселке Лапсары? Диалог с Республикой в Чуваши прошел единый информационный день. С инициалами и фотографией транспортная социальная карта становится персональной. Магазины есть, а за продуктами приходится ездить за десятки километров. Городской округ, а уличное освещение роскошь. О жизни поселка, о своих житейских проблемах рассказали и даже показали Михаилу Гнатьеву жители поселка Новые Лапсары Ленинского района города Чебоксары. Существует чуть больше года. Долгов накопило на 11 миллионов рублей. Речь об управляющей компании Лапсарской. С нее начал визит в поселок глава Республики. У нас долги есть, конечно. Долги у всех есть. Управляющие компании на сегодняшний день. Ну, мы стараемся. Если не будете стараться, вы просто разорите свою управляющую компанию и придется городским властям создавать новую организацию. Действительно, такая задолженность для управляющих компаний сейчас, увы, не редкость, отмечают специалисты. Есть и другие проблемы, решить которые самостоятельно компания не по силам. Потолок сыпется, стены разваливаются. Жалуется жительница одного из домов, который состоит на обслуживании у Калапсарская. Согласно программе, переселить дом должны к 17-му году. Сколько лет вы там живете? Лет 30. Лет 30? Не доживет этот дом, Михаил Васильевич, до 17-го года. Возможно, теперь новоселье люди справят значительно раньше. Вопрос, что называется, взяли на карандаш. Впрочем, блокноты помощники главы практически не закрывали. У нас нет в Лапсарах освещения. Вообще освещением очень плохо. Ночью темно. Темно, темно. Ночью я приеду, стемнеет. И вместе с вами пройдемся по всем улицам. Пожаловали жители и на цены в местном магазине. Мол, сетевой гигант пользуется отсутствием конкурентов и на важные продукты задирает цены практически на 30%. Эту информацию удалось проверить, не отходя от кассы. Очень разница для нас специально. Польшая. Они ездили в праздник, у нас илькотные ездили на ельку. Вы специально ездите в город Чебоксар, для того, чтобы в этом же магазине, но покупать в городе. Цены в местном магазине записали. Их предстоит сравнить с другими магазинами сети, а затем, возможно, принять меры. Коллектив отделения палеотивной медпомощи, центральной городской больницы, а это еще один пункт визита, привык помощь не просить, а оказывать. Здесь ухаживают за больными на последних стадиях онкологических заболеваний. Только вот доставить больных, которые зачастую не могут передвигаться самостоятельно, сюда не так просто. Самое главное, вот сейчас нам нужно пантусы и лифт. В планах эти приспособления уже есть, их ожидают в следующем году. Значительную часть визита в этот раз посвятили детям. Вернее, детским учреждениям. Кстати, за этой дверью не одно заведение, а два в одном. Начальная школа и детский сад. Таких заведений в республике, тем более в столице, не так много. Хотя, отмечают специалисты, форма удобная. Из детской группы малыши приходят сюда уже в первый класс и учатся до четвертого. Только вот мест в садике хватает не всем. Некоторым родителям приходится возить детей в Чебоксары, потому что очередь там подошла раньше. Леонид Черкесов отметила проблеме, знает. Изменить ситуацию планирует уже к первому сентября этого года. Буквально в нескольких метрах от школы-садика спортивная школа. Сеанс в бассейне для школьников тут стоит чуть больше 30 рублей. Воспитывать спортсменов продолжают в школе номер 42. Кстати, хорошо здесь не только с физическим воспитанием. К примеру, средний балл по ГИА здесь выше, чем по Чебоксарам. В запланированное время визита представители правительства не уложились. На улице их долго не отпускали жители. Конечно, все вопросы и проблемы за один визит не решить. Однако уехали из поселка помощники главы с полным блокнотом поручений. Ольга Пырычкина, Антон Вовка, Республика. Сегодня в рамках Единого информдня встречи прошли в разных районах Республики. Основные темы волнующие граждан – это индексация пенсий, благоустройство дорог, предстоящие сельхозработы. Говорили также и о предстоящих праздниках – Едином дне здоровья и спорта. Недавно назначенный министр транспорта Владимир Филиппов провел свою первую рабочую встречу с жителями Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района. Вероника Яргунина живет в деревне Курак-Чурачики. У нее трое детей, двое – школьники. Вероника рассказывает, что в школе нет спортзала, дети занимаются физкультурой на улице. Дети грязные приходят, на урок физкультуры нет помещения, они все время занимаются на улице, в грязи, в дождливую погоду. Приходят домой грязные и болеют часто. И в связи с этим нам хочется, чтобы в школе появился спортзал. Вопросы развития поселения и строительства дорог – вот немногий список вопросов, который обсуждался на встрече с Владимиром Филипповым. Естественно, не остались без внимания проблемы транспортного обеспечения. В деревне стало жить хорошо. Сейчас нам пустили сюда газель, но нет специальной остановки, которая здесь находится. Люди стоят под дождем. Эти вопросы мы взяли сейчас на контроль, посмотрим, дополнительно ответим, потому что я не могу сегодня ответить по строительству спортзала для школы. Ну а насчет остановки здесь будем рассматривать с Чуваш-Автодором, потому что участок дороги здесь обслуживает Чуваш-Автодор. Владимир Филиппов также рассказал, что сейчас стоит задача завершить второй этап развития дорожной сети. Он заключается в том, чтобы провести дороги по населенным пунктам. А в Ядринском районном доме культуры собрались те, кого волновало пенсионное обеспечение. С 1 апреля 2014 года увеличены все виды пенсий, а также ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам и стоимость соцпакета. Руководитель контрольно-счетной палаты Чувашии Татьяна Минина призвала жителей Ядрина активнее участвовать в экологических субботниках и Дне Дерева. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Евгений Анисимов, Республика. С 20 апреля по 1 июня начинается замена персональной транспортной социальной карты. Все региональные льготники получат новый именной проездной билет с фотографией владельца. Процесс персонализации займет не более 4 минут и сделать это можно не только в центральном офисе на Московском проспекте, а еще в 5 пунктах. Единая транспортная карта позволяет оплачивать проезд безналичным способом. Такая карта стоит 600 рублей и может использоваться льготниками в общественном транспорте на расстоянии не более чем 50 километров от станции. Причем пользоваться и проездным можно неограниченное количество раз. Пассажир в салоне транспортного средства прикладывает карту к специальному устройству и таким образом оплачивает проезд. Дать возможность социальной категории граждан еще получить льготу. Во всех регионах своих социальная категория граждан поддерживает. Все регионы. Кто там 200, кто-то 300. У нас чуваши поддерживают сильнее всех, то есть 600. Правда, это отрицательно отказывается на перевозчиках. Все-таки же они переводят большое количество народу. Если это сезон огородный, то бывает, что 3% едут с билетом, а остальные битком народ едут без билета. И поэтому ситуация неоднозначная. Он действует на селье транспорта. Учиться на расстоянии онлайн в наше время это не новость. Но тем не менее о том, что в Чебоксарах работает республиканский центр дистанционного обучения детей-инвалидов, знают не все. С учениками и педагогами особенной школы встретились мои коллеги. Марина Николаева учится в 10-м классе. Она из Алиховского района. Стипендиантка главы республики, активистка, участница различных олимпиад и просто красавица школьную программу изучает дистанционно. Таким же методом в этом центре обучаются еще 32 ребенка со всей республики. Мы все-таки изучаем мнения родителей, их отзывы, желание своих детей обучаться в нашем центре, чем им интересно у нас заниматься. Потому что наши дети в центре живут полноценной школьной жизнью. Центр дистанционного обучения особенных детей работает с 2010 года. Программа рассчитана на учеников с 1 по 11 классы. Она ничем не отличается от обычной общеобразовательной. Только есть дополнительные занятия с психологом, логопедом и дефектологом. Попустники центра дистанционного обучения ЕГЭ не сдают. Для них предусмотрены традиционные экзамены по билетам. И после их сдачи они получают аттестат. По скайпу мы обычно проводим уроки, когда у нас один ребенок, а когда два или более, мы работаем через TeamViver. Программа TeamViver очень у нас удобна тем, что одновременно могут работать несколько учеников. И при этом мы можем давать им задания. Допустим, по сложности они могут быть разными или по содержанию могут быть разными. И они одновременно на экране могут эти задания выполнять. И потом мы легко сравниваем, можем проверить, найти у друг друга ошибки. То есть в момент такой соревнования создается. Центр дистанционного обучения для детей-инвалидов относится к Чебоксарской коррекционной школе номер 2. Здесь могут учиться слабовидящие и слабослышащие дети. Для этого всем потенциальным ученикам необходимо пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. После этого они получают путевку для дистанционного обучения. Оборудование и доступ в интернет для учеников бесплатные за счет республиканского бюджета. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Судебные приставы продолжают ловить должников. Очередной рейд прошел на парковке у первой площадки, на авторынке и на посту ГИБДД в Харкасах. Наличие долгов проверяли с помощью нового мобильного программного обеспечения. Устройство наводили на номер автомобиля, и оно за считанные секунды выдавало информацию об автовладельце и наличии у него задолженностей. В ходе этого мероприятия было проверено по базам данных порядка 600 автомашин. На 17 из них были наложены аресты, а одна была доставлена эвакуатором на специализированную автостоянку. В Москве проходит всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей. Туда съехались бизнес-омбудсмены из 78 регионов страны. В мае на экономическом форуме в Санкт-Петербурге уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов выступит с докладом перед президентом Владимиром Путиным. В столице России находится и представитель Чувашии, защитник предпринимателей Владимир Иванов. Цель доклада – это как, с одной стороны, выявить кемные проблемы, во-вторых, сделать так, чтобы бизнес вести как на территории субъекта федерации, так и в целом России было удобно и эффективно. Я так предполагаю, что данный доклад – это один из первых монументальных трудов или работ, который под разными ракурсами исследовал проблему предпринимательского сообщества, почему бизнес развивается недолжным образом на нашей территории. И я думаю, что те предложения, которые озвучивались, помогут развитию бизнеса. Какие предложения? Во-первых, по изменению налогового законодательства. По признанию экспертов, налоги, которыми облагаются промышленные предприятия, достаточно высоки. Высок также процент страховых выплат, которые работодатели оплачивают за работников. Безусловно, многих предпринимателей это подталкивает уходить в тень. И одной из основных целей данного доклада было предложить условия, при которых бизнесу будет выгодно выходить из тени, и выплачивать зарплату в белую, и работать полностью в белой сфере. Вчера было принято обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину по отмене закона, по которому субъекты малого предпринимательства, которые находились на специальных режимах налогового обложения, лишились права не оплачивать налог на недвижимое имущество. Напомню, что в начале апреля месяца данный закон был принят, и налоговая нагрузка на предпринимателей во многих случаях вырастает более чем в два раза. В конце апреля в Лакриевском парке в Чебоксарах начнут устанавливать отметку, которая называется «Знак», рядом с которым все фотографируются. В мэрии рассказали, что Чебоксары станут 48-м городом России, где появится это территориальное обозначение. Такой была эта среда глазами корреспондентов программ «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин